Всем привет дорогие друзья, у нас сегодня очередная мотивация на уборку и сегодня у нас вечерняя рутина на кухне я колебалась вечером между двумя местами уборки это разбор шкафа и наведение порядка рутинного такого на кухне и потом я выбрала из двух таких заданий либо перебирать весь шкаф, который стоит в гостиной но поняла, что что-то как-то я немножко не настроена и понимала, что немножко бардак на кухне поэтому нужно прибирать на кухне так как у нас букашки-таракашки периодически бегают что конечно в таком состоянии, в котором у меня сейчас кухня оставлять ее на ночь не надо и так как у меня Сережа сейчас работает в ночь на работу ходит, вечером получается я дома, когда девочки спать ложатся сама себе принадлежу конечно я могу и заняться собой но домашние дела тоже никто не отменял и здесь у меня грязная плита потому что я в один из дней ближайших жарила оладушки и конечно это все на масле это все брызгало все это дело готовится без крышки и конечно вся плита и вся стеночка у нас была в масле и я средством от Вандерлад для плит и духовок для грилей отмываю плиту от вот этого застывшего уже масла потому что сразу как-то я поленилась помыть сейчас как-то проще отношусь к уборке если раньше я как-то все равно думала про нее очень много стремилась все быстрее и быстрее отмыть то сейчас как-то немножко подрасслабилась больше выделяю время Ксюше, Даше, себе в принципе пересмотрела немножко свои взгляды и отпустилась уборку прям такую, как сказать, навязчивую наверное по большей степени и дожидаюсь когда у меня будет настрой, желание и навожу порядок и вот мы с вами за разговором уже помыли плиту я забыла крышечки вот эти от конфорок протереть ну ничего страшного, протру на следующий день на монтаже поняла, что не видно, что в пятнышках ну ничего страшного, протрем потом и чайник просто протираю, нагара на нем пока нету просто его протираю девочки мне давали совет, что когда Лера готовит что-то особенно на масле, чайник с плиты убирай и тогда не будет жирного никакого налета и сейчас я пользуюсь этим советом и чайник у меня в целости и сохранности пока держится с того времени, как мы с вами его генерально чистили любите ли вы наводить порядок перед сном или это вы делаете намного раньше, чем перед самим сном перед ванными процедурами, когда ложитесь спать или вы любите перед сном что-то отдохнуть телевизор посмотреть, в интернете посидеть чем вы занимаетесь перед тем, как лечь спать давайте рассказывайте обычно, если у меня Сережа в ночь на работу я визуально прибираю квартиру, чтобы визуально был порядок потом иду в душ, привожу себя в порядок моти мне подпевает и потом, конечно, я ложусь если мне не спится, ну я сейчас стараюсь уже до 11, до 12 максимум спать уже ложиться, потому что иначе у меня график выбивается и я днем хожу разбитая и поэтому я стараюсь в телефоне долго не находиться я проверяю почту, кому-то на какие-то вопросы отвечаю если есть что обсудить, читаю новости ну это очень сейчас редко я стараюсь вообще новости сейчас не читать особо если только местного города нашего Екатеринбурга а такие какие-то политические нет я вообще ничего не читаю уже очень давно на протяжении месяца, наверное совершенно не слежу за новостями и поэтому стараюсь мозг свой сильно перед сном не нагружать ну вот рутинные дела конечно меня не покидают вечером, особенно когда я понимаю, что я одна я могу снять мотивацию на уборку то, конечно, я ее снимаю когда Сережа в ночь на работу а когда он в день, конечно, мы вечер проводим по-другому мы Сережу смотрим кино, что-то обсуждаем бывает, что сядем и как-то наедимся кино насмотримся и ложимся спать там что-нибудь веселое смотрим но в основном меня с ним тянет смотреть страшные фильмы почему-то, возможно, мне не хватает какого-то адреналина и мы с ним смотрим ужастики по большей части, давно уже как-то какие-то комедии не смотрели все по большей части нам хочется смотреть какие-то ужасы и рассказывайте мне в комментариях, что вы с супругом или с супругой, если меня мужчина смотрит смотрите перед сном какой жанр вам нравится больше мне кажется, мы когда заходим на какой-то портал, где можно выбрать фильм мне кажется, мы это смотрели, мы это уже смотрели, это неинтересно это мы посмотрели, мне кажется, мы уже все ужастики пересмотрели и мы уже ищем что-то новое и интересное вот пишите в комментариях, любите ли вы ужастики здесь я отмечаю, что мы с Ксюшей распьем препараты я отмечаю сразу, что мы в нем приняли потому что я отдаю препарат, но забываю отметить но всегда делаю таблицу, потому что в уме очень сложно держать информации много в течение дня в мозг мой поступает и поэтому я стараюсь как-то визуально себе напоминать о том что вот Лера у тебя есть график, ты должна в нем отмечать если я даже днем сразу не отметила, то к вечеру я вспоминаю, что да, я лекарство дала надо отметить, чтобы потом ничего не забыть и не потерять и на сухо сразу вытираю посуду, чтобы столичница у нас была на ночь уже пустая, сухая и никто по ней не бегал многие девчонки спрашивают, как после перестановки спят девочки вот третий день сейчас пошел после перестановки ни одного ночного страха у нас не было и все прекрасно, хорошо, если Ксюша даже просыпается она просто говорит мне, мама, я прихожу, я ей говорю, я здесь сижу рядом с ней, глажу ее, она снова ложится и засыпает до утра и все, вот это был максимум тревожности ее за эти три дня я надеюсь, что так все и будет прекрасно, потому что девочкам нравится некоторые в комментариях не оценили то, что я убрала, так сказать, личное пространство у старшей дочки но я не знаю, как объяснить, мне кажется, просто это не лишение личного пространства у нее также есть личное пространство, она может закрыться в одной из комнат и заниматься своими делами, если она не хочет кого-то подпускать к себе но как такового у нас не бывает таких моментов, когда ребенок прям закрывается куда-то прячется от кого-то, они всегда играют вместе и всегда находятся со мной и вообще по большей части они играют в гостиной, либо сейчас они вместе играют в спальне там, где у них кровать, им нравится на кровати играть, на подоконнике, они там игрушки свои разложили в общем, они довольно счастливы и мне кажется, возможно, со стороны просто так кажется что кого-то я чем-то обделила, но нет, по сути, все прекрасно, всем все нравится и всех все устраивает Дашенька прекрасно делает уроки в той комнате, где рабочий стол стоит Ксюше никак не мешает и все у нас прекрасно, так что девочки не переживайте у кошек с подоконника я выкинула их траву, потому что они опять ее засушили Мутя проявлял первое время интерес, но потом все, он засушил ее я ее не стала даже уже поливать, потому что он просто к ней не подходил и решила уже избавиться Возможно, потом посею новую, но сейчас опять будет лето, можно будет приносить траву с улицы промывать ее и также давать, также будет очищение желудка У меня мама постоянно так делает, не выращивает никакую траву, а просто летом нарывает траву на улице они чистят желудок свой и все прекрасно, конечно, да, последствия после такой травы что они очищают свой желудок, да, и везде это все в квартире приходится убирать, ну а что делать? Маме так проще, она нарвала, дала, они скушали, почистились и все прекрасно мы с вами на столе навели также порядок и нужно будет пропылесосить я пылесошу на маленькой мощности, чтобы не создавать сильный шум хотя, в принципе, у меня девочки спят очень крепко, хорошо и не будет пылесосы, когда я вечером навожу порядки и, в принципе, у нас так девочки крепко очень спят с самого рождения это тут фу, все хорошо в этом плане поэтому я думаю, что я им сильно не помешала я вас просила задавать мне вопросики для разбора игрушек но понимаю, что вопросиков мало и я думаю, что в следующий раз, если я буду наводить порядок в шкафу то, наверное, я на эти все вопросики, которые там насобирались, их немного я, наверное, отвечу в следующем ролике вот планирую, что Сережа завтра будет в ночь на работу и я доберусь до шкафа потому что там, где у нас висят курточки там тоже требуется уже разбор и заодно отвечу на эти несколько вопросиков а мы с вами составляем стульчики и будем смотреть вечерний результат на столешницу у нас чисто остались лишь лекарства, которые мы ежедневно ну, некоторые лекарства ежедневно принимаем некоторые стоят для того, чтобы вдруг, если что-то заболело раковину мы с вами помыли посуду все так же помыли столешница чистая плита также с чайником у нас блестят все чисто, аккуратно, ничего лишнего и полы мы с вами пропылесосили на подоконнике также навели порядок и все у нас в визуальном порядке и не только в визуальном но и в принципе порядок на кухне ну что, дорогие друзья а на этом я буду с вами сегодня прощаться кто не подписан, обязательно подписывайтесь и оставайтесь со мной пишите свои комментарии всем до новых встреч пока-пока